Здравствуйте! Прямо в эфире программа «События. Новости большого города на Средней Волге» вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пионер, главная тема выпуска. За два года здесь поменяли все. Губернатор приехал посмотреть, как отремонтировали 46-ю школу. В честь героя Чеченской войны Виталия Толобаева Волгари назовут улицу, а уже сейчас открыли школьный музей. К столетию великого конструктора в Самаре сегодня открыли памятник Дмитрию Козлову. В копилке самарских достопримечательностей пополнение к столетию выдающегося конструктора Дмитрия Козлова сегодня открыли памятник. Трехметровый монумент установили около музея «Самара космическая». Елена Малютина впечатлилась. Именно Дмитрию Козлову человечество обязано многими достижениями в освоении Вселенной. Под руководством конструктора более чем за 40 лет специалисты прогресса создали 8 типов ракет-носителей и 26 ракетно-космических комплексов различного назначения. Неудивительно, что после того, как было принято решение установить в Самаре памятник конструктору, к воплощению идеи подошли тщательно. Победителем стал российский скульптор Карен Саркисов. Автор выполнил скульптуру из бронзы. Высота памятника достигает 3 метров. Сам постамент выполнили из гранита. Его высота – 2 метра. Я, к сожалению, Дмитрия Ильича лично не знал, но я этим человеком восхищаюсь. И во время работы, когда мы собирали материал, работали над памятником, я видел столько людей, которые любили Дмитрия Ильича, которые боготворили его, которые с ним работали. И, конечно, я рад, что я своим искусством прикоснулся вот к такому великому человеку. Именно благодаря Дмитрию Козлову Самара долгие годы сохраняет за собой статус космической столицы России. 1 октября исполнилось 100 лет со дня рождения советского и российского конструктора ракетно-космической техники. Дважды Героя социалистического труда. Лауреата Ленинской и государственных премий. Члена корреспондента Российской академии наук. Почетного гражданина Самарской области. На торжественное открытие памятника пришли сотни самарцев. Среди них дети и внуки великого конструктора. Огромное значение имеет, безусловно. Потому что человек прожил здесь 50 лет и очень много сделал для Самары. Просто раньше нельзя было об этом говорить. А теперь все должны узнать, кто наш дорогой отец. Памятник очень похож. И то, что он такой одухотворенно-героический, мне тоже очень нравится. То есть не домашний, а вот устремленный куда-то в космос. На торжественной церемонии губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с открытием памятника великому конструктору. Я знаю, насколько Дмитрий Ильич был скромным человеком. Я счастлив тем, что мы сегодня открываем памятник Дмитрию Ильичу Козлову. Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал в этом участие. Кто был идейным вдохновителем памятника. Автора памятника. Тем, кто способствовал своим трудом, своим участием, и для того, чтобы эта историческая справедливость сегодня восторжествовала. С открытием монумента советскому и российскому конструктору ракетно-космической техники, дважды Героя социалистического труда, лауреата Ленинской и государственных премий, члена корреспондента Российской академии наук, почетного гражданина Самарской области Дмитрия Козлова, поздравила глава города Елена Лапушкина. Пусть открыть этого памятника будет для нас, для всех, напоминанием, что же такое по-настоящему. Быть преданным своей семье, делу, которое ты любишь, конечно, своему отечеству. А нам всех с вами с праздником и с юбилеем выдающегося человека. Елена Малютина, Григорий Пляшаков. События. Пример отваги и мужества в память о Герои России Виталии Талабаеву в 57-й Самарской школе открылся музей. Экспонаты для него предоставили родственники. Виталий погиб в 99-м, выполняя воинский долг. Экипаж боевой машины, преследовавший боевиков, подорвался на мине. Звание Героя Талабаеву присвоено посмертно. На торжественном открытии музея полувала Лариса Шалафаст. Музей памяти Героя России Виталия Талабаева открывают его родители и сын. В 57-й школе теперь будут храниться вещи и фотографии Героя, которые предоставили родственники. Это память, которую мы и в сердце, и в голове, и в жизни, и каждый день, как говорится, с этой памятью мы живем. Мы, как бы, это наш образ жизни, который поменялся после гибели сына. Мы стараемся активно участвовать, принести какие-то экспонаты. Это все ведь для молодого поколения, для школьников. Виталий Талабаев геройски погиб, выполняя воинский долг. Обнаружив боевиков, сооружавших укрепленные позиции, открыл по ним артиллерийский огонь. Затем атаковал на боевой машине. Уничтожил миномет противника и автомобиль с находившимися в нем боевиками. При дальнейшем преследовании экипаж боевой машины подорвался на противотанковой мине. Звание Героя Российской Федерации Виталию Талабаеву присвоено посмертно. То, что музей Героя России открывается в новом микрорайоне и в новой школе, это очень-очень ценно. До тех пор, пока мы с вами любим, ценим и помним наших героев, у нашей великой страны есть будущее. В Самаре более 20 школ присвоено имя Героев Советского Союза, Героев России. И открытие музея – это тоже такое знаковое событие. Я вас всех поздравляю. Помимо музея в Волгаре, именем Героя России Талабаева будет названа одна из новых улиц. Также в Самаре его имя носит 64-я школа. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров. События. Заиграла новыми красками. После двухлетнего ремонта своей двери распахнула 46-я школа Самары. Все средства на капитальное обновление выделили из областного бюджета. Изменения в учебном заведении оценили сегодня губернатор Дмитрий Азаров и Мэри Елчан. В здании 46-й школы поменялось буквально все – от пола до потолка. Построили его в 1956-м, а последний капитальный ремонт делали 28 лет назад. Два года назад во время урока в кабинете начальных классов с потолка осыпалась штукатурка. Никто не пострадал, но городские власти приняли решение привести школу в порядок. А учащихся их в школе свыше 700 временно определили в соседние учебные заведения. Было принято решение прийти к капитальному ремонту всего здания школы. Он прошел необыкновенно быстро. То есть период всего занял два года. Это разработка и подготовка документации проектных смертных и год выполнения непосредственно работ по капитальному ремонту школы. Во время ремонта здесь укрепили фундамент, установили новые окна, отремонтировали кровлю, полностью заменили системы электро- и водоснабжения. Снаружи и внутри здания провели отделочные работы, оборудовали спортивные площадки и благоустроили территорию вокруг школы. В коридорах установили специальные сенсорные медиаэкраны с расписанием. В классы актовые и спортивные залы и столовую закупили новое оборудование. Дети учатся в две смены, пока школьные повара готовят только завтраки. Но уже со следующей недели появятся и обеды. Оценить изменения в обновленной школе приехал губернатор Дмитрий Азаров. Считается, и уже никто не спорит с нами, даже соседи наши ближайшие из Ульяновска, из Татарстана, из Саратовской области, что самое красивое течение реки Волги именно здесь, на территории Самарской области. Конечно, во многом благодаря уникальному ландшафту. С этого года в школах 63-го региона по инициативе Дмитрия Азарова появился новый предмет «История Самарского края». Ученица начальной школы Яна Теняева к изучению дисциплины подходит ответственно. Говорит, хочет знать о Самаре все. Очень интересный. Изучаем про край наш. Вот сейчас, на данный момент, мы изучаем пока про реки, ну, про Волгу. Для того, чтобы дети усваивали новый предмет лучше, глава региона поручила организовать для школьников экскурсию в национальный парк «Самарская лука». Мэриил Чан, Максим Гусев, События. Спортивного комплекса МТЛ-Арена прошла церемония награждения самых талантливых и успешных учителей региона. Но в преддверии праздника педагогов поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Анатолий Головко побывал на концерте и пообщался с лучшими учителями города. Елена Миронова работает в сфере образования уже больше 15 лет. Признается, за это время ни разу не пожалела о выборе профессии. Она занимается с учениками художественным творчеством и руководит хореографическим коллективом «Феерия». Подопечные Елены много выступают и гастролируют. Побеждают на международных и всероссийских конкурсах. Власти региона решили отметить педагога ежемесячной премии в размере 10 тысяч рублей в течение года. Это очень волнительные эмоции. Это настолько чувство такое потрясающее. Особенно, когда губернатор теперь говорит, двигайтесь дальше, стремитесь дальше, развивайтесь. Это замечательно. По словам губернатора, учителя не только дают глубинные знания, но и воспитывают в учениках патриотизм. Дмитрий Азаров поблагодарил педагогов Самарской области за ежедневный кропотливый труд. Он отметил, что задача региональных властей заключается в том, чтобы создать комфортные условия для работы всего педагогического состава. Я совершенно точно знаю, что будущее Самарской области, оно в ваших руках. В руках учителя. Учителя с большой губ. Человека, который формирует личность, который формирует профессионала. Который формирует в человеке любовь к своей родине и тягу к новым открытиям, тягу к знаниям. Поздравил с профессиональным праздником коллег и ректор Самарского государственного университета Геннадий Котельников. У всех с праздником. Это праздник всего нашего российского народа. Почему? Потому что все они учились когда-то и учатся сейчас. У всех есть дети, есть внуки, есть друзья, есть родственники. Поэтому без образования, дорогие друзья, просто невозможно жить в современном обществе. Для гостей подготовили яркую концертную программу. Все собравшиеся увидели футуристическое лазерное шоу под названием «Школа будущего». Педагогам, которые проявили особые успехи в работе, присвоили звание заслуженный учитель Самарской области. Кроме того, они получили благодарственные письма, цветы и денежные премии от губернатора. Анатолий Головко, Николай Епифанов, События. Дети, чье здоровье ограничивает их возможности, теперь смогут заниматься спортом наравне со всеми остальными. Около стадиона «Самара-Арен» открылся инклюзивный игровой парк. Строительство велось в рамках государственного частного партнерства и реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Вместе с почетными гостями красную ленточку перерезал Сергей Кизоркин. Серебряный призер чемпионата Европы по плаванию среди инвалидов «Самарец» Вячеслав Ленский приехал к стадиону «Самара-Арена», чтобы открыть первый инклюзивный детский игровой парк. Подобные аттракционные спортплощадки он видел только за границей. Сейчас и в спорте люди себя показывают с ограниченными возможностями, и в каких-то других сферах деятельности особо себя не чувствуют как-то ограниченными в чем-то. То есть, в принципе, такие же ребята, такие же детки там также играют. В принципе, это все за счет... Ну, это надо популяризировать еще больше, но уже видны какие-то первые результаты. Инклюзивный парк раскинулся на аллее «Последние мили». На площадке появились детские игровые зоны и несколько спортивных объектов. Мини-футбольное поле, комплекс тренажеров, турники и батуты. Оборудование рассчитано не только на здоровых людей, но и на людей с ограниченными возможностями здоровья, даже для колясочников. В фонде помощи детям «Обнаженные сердца» рассказали, такие проекты уже реализованы в Волгограде, Саратове, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани и Сочи. Место это будет развиваться, да, и здесь появится еще большая транспортная доступность, так что я уверена, что для каких-то неблизких как раз не... Все-таки в городе у вас немало классных объектов уже есть, я очень рада сегодня на что-то даже успела увидеть, поэтому мне кажется, в отдаленные места тоже надо приходить с классными, качественными продуктами. Это одна из 11 площадок, которую мы открываем совместно с фондом «Обнаженные сердца» и администрациями городов. Открытие подобных площадок помогает людям выходить на улицу, общаться друг с другом, вести активный образ жизни. Это очень ценно, что находятся партнеры, которые объединяют свои усилия и реализуют в городах подобные проекты. Сразу после открытия парка аттракционные спортплощадки оценили. Там прошел мастер-класс по воркауту, а на футбольном поле товарищеский матч сыграли команды, составленные из паралимпийцев, команды «Крылья мечты» и представителей областного Минспорта. Когда губернатору Самарской области Дмитриевичу Азарову обратился фонд «Обнаженные сердца» с предложением создать такую площадку, взаимодействие с компанией «Кока-Кола», конечно, было дано там согласие. И через механизмы государства частного партнерства с участием правительства Самарской области возник вот этот удивительный объект, который сразу же наполнил был жизнью. Рядом со стадионом Самара-Арена скоро вырастет настоящий спортивный городок. В планах областного правительства построить велотрек, бассейн с дорожками на 50 метров, ледовый дворец, крытый футбольный манеж и стадион по пляжным видам спорта. И некоторые из этих проектов будут реализованы совместно с бизнесменами. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов, События. Обновить асфальт и спилить аварийные деревья на прием к главе города Елене Лапушкиной обратилась житель Октябрьского района Людмила Каминская. Женщина видит, как преображаются соседние дворы и мечтает о том же. Что же делать, чтобы мечты сбылись, знает Лариса Шалафаст. Житель Октябрьского района Людмила Каминская пожаловалась главе города на неблагоустроенный двор. Асфальтовое покрытие давно требует обновления. Кроме того, нужно спилить аварийные деревья. Людмила Борисовна видит, как преображаются другие дворы и хочет таких же перемен в своем. Там дом сделали, вообще картинка. И двор, и дом, и площадку. И трактор. А у нас такая блядь, я думаю, слушайте, вы нам маленько сделаете. Так что же вы там-то делаете? Глава города пояснила, все изменения в лучшую сторону проходят благодаря активным жителям, которые участвуют в проекте «Комфортная городская среда» нацпроекта «Жилье и городская среда». Нужно принять решение о том, что вы хотите свой двор преобразить. Это решение оформляется обычным протоколом жителей. Вот вы собрались и решили о том, что вам нужна дорога, что вам нужно спилить деревья, провести свет, поставить детские качели, карусели или еще что-то, скамеечки, лавочки и так далее. Но это вам принимать решение. Заполняйте определенную форму, это вам все расскажут специалисты администрации Октябрьского района, и этот протокол сдаёте. Глава города поручила руководству районной администрации помочь людям с оформлением документов, а также провести работу с управляющей компанией, чтобы оперативно спилить деревья. С просьбой о поддержке мастерской народных промыслов к Елене Лапушкиной обратилась Маргарита Бортникова. Для коллекции кружевных изделий необходимо новое свободное помещение, в котором могут проходить и выставки, и занятия. Должны быть три зала. Первый зал – это кружево. Не только наша мастерская, но и самарская кружева, которые привлечут мастеров. Второй зал – декоративно-пекладное искусство. И третий зал должен быть именно мастерская, чтобы, допустим, каждому прийти и увидеть, как это создаётся, насколько это трудоёмкая работа. Я пока склоняюсь всё-таки к тому, что предложить вам вариант размещения в одном из домов культуры. Во-первых, там есть площади, где вы можете выставить коллекцию. Во-вторых, там достаточно светло, и можно найти место для мастерских. Где конкретно разместить Самарскую галерею кружева, ещё будут обсуждать. Глава города поручила руководителям департаментов культуры и управления имуществом предложить возможные варианты. Лариса Шлафас, Николай Сидоров, События. В Самаре в военном комиссариате промышленного района сегодня решала судьба призывников. Кого отправить в армию, кому дать отсрочку, а кого и вовсе освободить от службы. Вместе с молодыми людьми результатов ждал и Никита Борисов, который, кстати, своё отслужил. Никита Гурко закончил с отличием Самарский государственный экономический университет. Говорит, сомнений в том, что нужно отслужить в армии, никогда не было. Призвали в один из самых престижных полков – президентский. Хотелось бы, чтобы и семья, и близкие люди гордились мной, и страна. После первичного медицинского освидетельствования призывнику выдаётся повестка на призывную комиссию, на которой врач на основе осмотра представляет выводы о состоянии здоровья. И призывная комиссия принимает решение о его отправке на военную службу, предоставлении ему отсрочки или освобождении от призыва. Гордость по промышленному району. Четыре человека предполагается президентский полк, семь человек – спецсвязь, и Главное управление Министерства обороны – 11 человек. Оповещение граждан данной категории проведено в полном объёме. График призывной комиссии утверждён. В промышленном районе Самары планируется провести 19 заседаний призывной комиссии. Отправка призывников на областной сборный пункт в Сызрань начнётся с 15 октября. Никита Борисов, Григорий Плешаков. События. Самарские крылья Советов получат мощную финансовую поддержку из областной казны. Часть средств передадут детской спортивной школе футбольного клуба. Кто ещё вправе рассчитывать на дополнительные дотации, знает Анатолий Головко. 285 миллионов рублей. Такую сумму выделят из регионального бюджета на развитие и поддержку профессионального футбольного клуба «Крылья Советов». Около 60% уйдёт на зарплаты игроков и тренеров. Остальное – на содержание и эксплуатацию детских спортивных школ, оплату перелётов и проживание спортсменов в гостиницах. Вся инфраструктура «Крылья Советов» используется под детский массовый спорт. Это нам позволяет ежегодно проводить в самой крупной стране турнир детского спорта лет с футбольным мячом. Количество участников – от 36 до 40 тысяч человек. Благодаря серьёзной финансовой поддержке со стороны региональных властей в Самарской области ежегодно проводят спортивные соревнования на самом высоком уровне. Мальчишки, которые гоняют мяч во дворах, вырастают в настоящих профессионалов. Как пример, воспитанники школы «Крыльев» галкипер Богдан Овсяников и полузащитник Данила Смирнов. Недавно они дебютировали в команде мастеров в одной 16-й Кубка России против московского «Торпеда». Кроме того, финансовую поддержку получают и другие клубы региона. Это баскетбольный клуб «Самара» – 20 миллионов. Это футбольный клуб «Толиатийская лада» – 5 миллионов. Это молодёжный юношеский клуб «Искра» – 4 миллиона. Это пляжники наши, которые в этом году вышли в финал Еврокубка в 5 миллионов рублей. Также в этом году дополнительные деньги получат волейболисты Новакуйбышевской «Новы», гонболистки «Тольятинской лады» и хоккеисты мужской команды «Лады», которая выступает в чемпионате ВХЛ. Парламентарии напомнили, что в каждом клубе существует своя спортивная школа для детей всех возрастов. А это значит, что большую часть средств из областной казны потратят на воспитание юношей, которые будут представлять Самарскую область на спортивных соревнованиях самого высокого уровня в будущем. В Самаре национальный центр «Культура народа» отметил начало традиционного еврейского Нового года. Этот праздник отмечается не только в Израиле, но и по всему миру. Яблочные блюда, семейные посиделки и звучание традиционных инструментов. Посмотрела, как проходит Новый год у еврейской общины Валерия Куценко. Под звуки скрипки началось празднование еврейского Нового года. Он называется Рош-Хашана и с иврита переводится как «Голова года». Праздник отмечается в честь сотворения мира. В этот день евреи ставят перед собой новые цели и загадывают желания. Рош-Хашана празднуется два дня. В этот день евреи дарят друг другу подарки, собираются с большим праздничным столом, на котором можно увидеть яблочные дольки и мед. По традиции их съедают первыми, чтобы Новый год был счастливым и сладким. Помимо яблок на семейном ужине подают блюда из рыбы, символизирующие плодородие, морковь, знак богатства и баранью или рыбную голову, чтобы быть всегда и во всем первыми. Праздник не может обойтись без музыкального сопровождения. Звуки трубы из бараньего рога шафара открывают начало трапезы. В это время нужно задуматься о своих грехах, совершенных в течение года. Вот таки арт, этот слог называется. Для того, чтобы встрепенуться, чтобы человек встрепенулся и подумал, что ну не может уже быть это придумано напрасно. Пусть это даже в чем-то мифология, пусть это даже придумали районы для того, чтобы собрать свой народ и очистить его от грехов, от раболепства, от злодейства. Ну значит это, если шафар звучит, значит кому-то это нужно. Отмечаем, конечно, сообщины с еврейской этот праздник, но и разумеется с семьей. Это же в первую очередь семейный праздник. Собираемся все, и супруг, и наши родители, и детки. Мы в этот день-то задумались.